Продолжаем выпуск. В Кустанае стартовала программа краткосрочного профессионального обучения. Почти 300 безработных граждан из областного центра и сельской местности получили возможность окончить курсы по 12 востребованным на рынке труда специальностям. Как получить образование за счет государства и трудоустроиться, нам расскажет Балслу Аликенова. В Кустанае в шести колледжах стартовало обучение безработных граждан по востребованным специальностям. Почти 300 человек получили возможность получить образование благодаря программе «Инбек», которая действует с 2017 года. Продолжительность краткосрочного профессионального обучения составляет от двух до трех месяцев по востребованным на рынке труда специальностям, таким как электрогазосварщик, администраторы, мастер по маникюру, педикюру, парикмахеры, модельеры, кладовщики со знанием 1С и другие специальности. Участница программы Ирина Матвеева приехала из Минногоринского района, чтобы выучиться на парикмахера. Этим искусством она грезила еще с детства, но родители были против. Получила высшее образование, я работала психологом, потом я занималась видеосъемкой, фотосъемкой, а потом постепенно все-таки я хочу сейчас все-таки работать парикмахером. Ирина Матвеева по окончании курсов планирует вернуться в родное село, чтобы начать работать по новой профессии. Она уже нашла кабинет, в котором будет принимать клиентов и присматривает парикмахерское оборудование. Курсы парикмахеров самые востребованные, причем не только среди женщин. Трое мужчин также учатся на бесплатных курсах. Я прошел через многое, чтобы поступить. Пытался создавать тренды сам. Бауржан Бесимбаев по образованию железнодорожник, но считает своим призванием парикмахерское дело. Планирует стать женским мастером, как и его кумир Сергей Зверев. В Кустанайском колледже Бэтсервиса готовят также модельеров-закройщиков и швей. Елена Зейферлин каждый день ездит из поселка Майкуль в Кустанай, чтобы исполнить свою мечту. Так я дома шью сама, моделирование захотела. Потом эти курсы услышала, что есть. Думаю, надо не теряться, идти. К концу обучения будущие модельеры-закройщики научатся конструировать одежду, а также сошьют блузку, юбки и вечернее платье. Как отметили в колледже Бэтсервиса, программа профессионального обучения рассчитана до 2021 года. Поэтому у безработных есть еще шанс получить бесплатное образование. Меня радует, что в данный проект вовлечены люди разных слоев населения и разных возрастов. Люди идут с охотой, очень активно принимают участие в образовательной деятельности. По окончании курсов все выпускники получат дипломы. Также им окажутся действия в трудоустройстве. Чтобы стать участником программы, необходимо обратиться в Центры занятости населения. Алексей Кудрявцев, Балслу Оликенова, РТН Зеленый лук, грибы, рассады и цветы обеспечивают стабильный доход многодетной семье из Сырекольского района. Женебек и Айжан Булигеновы три года назад получили государственный грант в размере 2,5 миллионов тенген на строительство теплицы. Сегодня родители шестерых детей круглосуточно выращивают до 80 тысяч корней рассады, овощей и цветов, а также несколько тонн лука и укропа. Татьяна Калюжная расскажет подробнее. Женебек Булигенов заболел огородничеством, будучи подростком. Когда вырос, понял, что без земледелия свою жизнь не представляет. Тем более, что любимое занятие может сделать его не только счастливым, но и богатым. Вот только климатические условия Северного Казахстана стали серьезным препятствием в развитии бизнеса. Слишком уж короткое в регионе лето. Поэтому три года назад, получив грант в 2,5 миллиона тенге по госпрограмме, семья построила теплицу. Конечно, она постоянно приходит доход, в плане того, что как мы живем, у нас же шестеро детей все-таки. Кстати, у меня сейчас две студенки, дети ученики. И вот мы с супругой своей пашем здесь круглый год. Вот, сейчас мы выращиваем лук. Но 800 тенге складывалось. Мы раньше дешевле продавали, мы по 500 тенге продавали. Но у нас за счет того, что вода у нас идет очень дорогая, в плане того, что у нас 700 тенге куб стоит. А потребности воды очень много уходит. За счет этого у нас пришлось поднять немножко. Так, знаешь, если вода была более-менее дешевле, давайте посчитаем просто. Три килограмма лука мы берем в той же терре, у них берем по 30 тенге выборку. Ну, как выборку вот такая, вот она маленькая. Мы ее садим. То есть, получается, с трех килограмм у нас выходит килограмм лука. То есть, мы потратили 90 тенге, ну, а продаем уже килограмм лука, уже 700-800 тенге. Предприниматель живет в поселке Сарыколь, где огороды есть у каждого второго. Но вот теплицы, да к тому же, такой большой, 24 метра на 5 метров, нет ни у кого. Зимой в ней выращивают зелень для продажи. Но в этом году Женебек решил проверить схожесть и доходность грибов. Себестоимость гриба не очень. Вот сейчас вот на данный момент как бы не сильно дорогая, потому что там идет солома местная. Вот, ее можно так уже набирать. Потом опилки мы заезжаем. Там мешок, по-моему, 100 тенге стоит на лесопилках. Вот. И плюс жмых немножко подороже. Но мы его так совсем чуть-чуть сыпем. Ну, плюс еще чуть мел. Себестоимость у него маленькая. Самое главное, что мицели стоит 600 тенге. В футаре, да, ну пусть даже он с доставкой получается 700. Вот, его хватает где-то на 7 пакетов. 7 пакетов дают около 7 килограмм за один раз, но у них 3, 4, 5 волн. Мы его сейчас по 800 делали. Сейчас у Женбека-Булигенова наступает самая жаркая пора в теплице. Посадка рассады, овощей и цветов. И, по словам мужчины, самая прибыльная часть бизнеса. В общем сезон они выращивают до 80 тысяч корней рассады. Спрос на цветы растет ежегодно. Востребованы и петуния, и бархатцы. Причем приобретают растения не только местные жители, но и предприятия для озеленения своей территории. Алексей Кудрявцев и Татьяна Калюжная. РТН Саракольский район. И к другим темам. В Кустанае открылся сезон фестиваля областной лиги КВН. 22 команды со всей области прибыли в город, чтобы побороться за прохождение в четверть финал игры. Кому удалось одержать победу, узнаете в нашем следующем репортаже. В КГПУ имени Султан Газина открылся ежегодный фестиваль областной лиги КВН «Достар». Сезон 2019 года организаторы уже назвали легендарным. На его открытие приехало максимальное количество команд – 22. Но была и другая особенность. В этом году мы отличаемся тем, что мы пригласили редакторов с высшей лиги. В Международной союзе КВН также у нас будут местные редакторы. То есть у нас будет очень большой состав редакторов. Для чего мы это делаем? Чтобы повысить качество игры. Чтобы с каждой командой поработали, поделились опытом, чтобы развить уровень. Одним из таких приглашенных членов жюри стал кустанаяц Батыргалиев Валихан. Он участник команды высшей лиги КВН «Астанаки-Изет». Говоря об уровне кустанайского КВН, я могу сказать одно. У нас есть, как говорится, факты. То есть очень много кустанайских ребят играют в высшей лиге в этом году. Играли до этого. Поэтому это, мне кажется, неоспоримое доказательство того, что кустанайский КВН находится на величайшем, высоком, большом уровне. Друзья, сейчас мы вам показали Миндекаринский менталитет. Какой менталитет? Авторитет мы показали! На фестиваль прибыли команды из семи районов области и самого Кустаная. Они боролись за место в четвертьфинале игры. Но сами ребята стремятся намного дальше. Мы видим участников высшей лиги КВН. Мы к этому стремимся, конечно. В будущем надеемся, что наша мечта сбудется. То, что мы попадем в высшую лигу КВН. Кто тут самый главный? Я. Теперь я тут самый главный. Кто тут самый смешной? Ну, я. Теперь я тут самый смешной. Кто в магазин бегает постоянно? Я. Молодец! Здесь очень весело и смешно. Можно, даже если ты не знаешь чек, просто симпровизировать, как хочешь. Десятилетний Жан Султан – самый юный участник фестиваля. В свою сборную он попал из другой команды. И теперь стал ее изюминкой. Яркий игрок важен для оценок. Но жюри стараются обратить внимание на всю команду. Я даже, может быть, не на шутки буду обращать внимание, а на целом выступление, на реакцию зала. Потому что мне тяжело, как спортсмену. И, наверное, мое судейство будет объективное именно со стороны зрителя. В одну четвертую финала прошли восемь команд, в том числе победитель. Команда Кустаная – починки. Алексей Кудрявцев, Наталья Басмурзина, РТН. В Кустанай во второй раз выбрали «Татар-КЗ Кустанай-2019». Победительницей стала студентка первого курса Руфина Гайнутдинова. Идея конкурса принадлежит Дому дружбы. Причем титул татарской девушки присудили не за внешние данные, а за талант и умение вести домашние дела. Подробности в нашем следующем сюжете. В этом году за звание «Татар-КЗ» боролись пять конкурсанток из Кустаная, Рудного и Кустанайского района. Инициатива проведения данного конкурса принадлежит «Татар-Башкирская общине Дуслык». В прошлом году мы совместно с Домом дружбы провели этот замечательный конкурс. В нем принимали участие семь девочек. Одна из них стала победительницей – это Дина Абдрахманова. Она у нас дошла до международного этапа и вошла в число 12 финалисток со всего мира. Основные условия для участия в данном конкурсе – это, конечно же, желания участницы. И ни в коем случае мы не смотрим на какие-то параметры. В течение двух недель девушки готовились к финалу. Снимались фотосессии в национальных нарядах, учились шить и украшать женский головной убор «Калфак». Изучали языки, историю и традиции своего этноса. А к финалу приготовили сладкий чак-чак и, конечно, творческие номера. Титул «Татар-КЗ» Кустаная 2019 завоевала 19-летняя студентка Руфина Гайнудинова. Я часто ездила к татарским родственникам в детстве. Они меня учили стихам, разным песням, поговоркам. У меня всегда было такое желание знать больше именно о традициях своего народа. Руфина Гайнудинова играет на музыкальных инструментах, а еще пишет книгу. Летом Кустанайская «Татар-КЗ» отправится в столицу Нур-Султан, где будет представлять нашу область уже на республиканском уровне. Конкурсу «Татар-КЗ» девушка обещает посвятить отдельную главу. Это скорее автобиография обо мне, о моей жизни и немного напутствия для молодых. Остальные участницы также получили свои особенные звания. Так, по мнению жюри, самой привлекательной татарочкой стала рудничанка Леана Хузина. Титул «Самый примерный» достался Юлии Мухамеджановой. Самой талантливой оказалась Тумирис Муканова из Кустанайского района, а самый стройный – Эльнара Менгазова. И пока что это все новости. Спасибо, что были с нами. До свидания.